Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спасибо вам большое за то, что вы добавляетесь, за то, что вы проверяете уведомление о колокольчик стоит или нет, если давно подписаны, потому что есть сейчас с этим проблемы. Но другая проблема возникла. Прошлое видео с Михаилом Чаплыгой, который сейчас со мной на связи. Михаил, здравствуй. Наконец-то, привет, друзья. Да, прошлое видео у нас, оно было просто неимоверно популярно. И действительно, расклад, что все решится в ноябре, очень актуальный. Посмотрите, пересмотрите его, будем от него отталкиваться, потому что новые обстоятельства вокруг Херсона действительно к этому подталкивают. Миш, что это за сдача Херсона? Что это за подрыв Антоновского моста? И как он ложится в этот промежуток между выборами США и G20, о котором ты неоднократно повторял? Ну, давай я начну свой разговор с того, что, в принципе, я тоже срефлексирую на тот... Ну, у меня есть в Телеграм-канале есть чат, есть мой Телеграм-канал, да. И, ну, я пишу разные вещи. То есть я пишу, стараюсь писать и позитив, и негатив. То есть, ну, разные вещи, аналитику чистую давать. И каждый раз, когда я пишу какой-то позитив, мне начинают... Так что, катарсис отменяется? Дештальт отменяется? Ну, и там так далее. Понимаете, в чем дело? Есть многие вещи, которые я должен сказать между строк. Точно так же, как я называю свою аналитику. Это обычная банальная аналитика. Ну, может быть, хорошая, может быть, плохая, не знаю. Но просто поскольку у нас в стране запрещено мыслить, думать и делиться мыслями, ну, чтобы не было вопросов, я называю это пророчествами, непророчествами. Ну, чтобы, знаешь, так, ну, юродивый, ну, дурак, ну, что с него взять? Ну, бредит, ну, бывает. Но на самом деле это обычная аналитика. И в ней нет какого-то предсказания, там, вот я видел и будет только так, да. То есть, там, такого нет. Но есть понятие катарсис. Это аналитика. Есть понятие гештальт. Это война и ее закрытие. И, знаешь, вот люди, они не понимают сути слов. Вот говорят, катарсис. Когда же наступит катарсис? Мой друг, катарсис уже наступил на 60%. Осталось еще 30. Это удары по западной, удары по ЖД-инфраструктуре и по оставшейся энергетике. Это один, всего лишь один оставшийся массированный удар. И, можно я скажу в эфире, и пиздец. Понимаешь? Полный. Потому что то, что произошло там, например, там, недавно в Виннице, да, оно положило всю систему. Люди, поймите одну простую вещь. Вот перед вами лодка, да. И вот вдруг где-то там на корме пробили дырку в ней. Ну, идет война на корме, да, вот пробили дырку. И вот лодка стала вот так. И вдруг нос лодки задрался вверх. И мы стали видеть дальше и больше. И все побежали, блин, туда. Когда бегут туда, что происходит с лодкой? Это раз. А второе. Если вы сидите на корме, и лодка тонет там, а вы сидите на носу, то что вы думаете? Что вы, все нормально у вас там? Нет. У нас общая энергосистема. У нас общая финансовая система. У нас общая банковская система. У нас общая налоговая и все остальное. Ну, и многое другое. Понимаешь, в чем дело? И люди, вот кто-то сидит себе там где-то в Закарпатье, там попивает кофеечек, да. Говорит, так где там твой катарсис, мой друг, да? Где, где ты, где твой катарсис? Или там сидит во Львове, дожирает какую-нибудь там очередную отбивную и говорит, что-то я не вижу вашего катарсиса здесь, да. Вот. И многое другое. Так вот, мы уже на 60% катарсиса. Уже. Даже если ничего не делать, оставшиеся еще 10-15 придут сами вместе с зимой. А если сделать, они придут значительно раньше. Он уже наступил давно и перешел экватор. Теперь второе. Гештальт. Говорят, гештальт, закрыть гештальт. Это что, мы сели и подписали мир на эти самые все, сдача, перемога или зрада, ну и все, прошли, да? Нет, друзья мои, сегодня у тебя в передаче, я тоже скажу, гештальт уже закрыт. Закрыт. Запомните это. Я приводил где-то пример по поводу того, что курица, да, вот курица бегает, бегает. Ты пришел в загончик. Как делается? Ну, кто не знает, я объясню. Сначала ты ловишь курицу. Поймал. Потом такое полено стоит. Лошадь, ты кладешь эту курицу. Раз, и нету головы у этой курицы. Все. Отпускаешь. Ну, лучше не отпускать, ее держать надо. Но если ты ее отпустил, эта курица еще будет наматывать круги по двору. И вдруг заходит такой, который пожрал только что в хорошем гламурном ресторане, пожрал отбивную. Говорит, что-то я не видел вашего катарсиса. О, и курица бегает. О, и гештальт не закрыли. Смотри. Курица бегает, гештальт не закрыли. Катарсис ваш не наблюдаю. Понял, о чем я? Уже головы у курицы нет. Гештальт уже закрыт. Курица просто еще бегает. Оформление будет на Г-20 после. К чему я веду? Веду к тому, что кто-то думает, что закрытие гештальта – это некие подписи и так далее, и так далее. Скажи, мой друг, вот поправь меня, если я не прав. Скажи, пожалуйста, раздел Европы по пакту Молотова-Риббентропа подписывали Сталин и Гитлер лично? Нет, да? То есть и Молотов, и Риббентроп – это были министры иностранных дел. Я правильно понимаю? А-а-а. А где министры иностранных дел встретятся в ближайшее время? На Г-20, правда? Ага, ясно. А есть ли смысл задавать мне дурацкие вопросы по поводу, если кто-то куда-то не едет, то гештальт не закрывается? А нет, друзья мои. Он уже закрыт. Уже. Осталось только подписать. Но только то, чего вы никогда не увидите. Теперь идем дальше. То есть, Михаил, я хочу просто сакцентировать, потому что то, что ты сейчас говоришь, это сенсационно. Почему? На G-20, Кулеба и Лавров. Нет, Кулебу не будешь. Ты бы сел с Кулебой и что-то подписывал? Ну, только честно. Ну, я не Лавров. Ну, я тоже не Лавров, но я бы с Кулебой побрезговал. Его никто спрашивать не будет. Ну, съездил. Море там. Помылся. Молодец. Едь обратно. Все, что еще? Ну, извини за цинизм. Кулебу... Я не знаю, кто такой Кулеба. Это кто? Шестерка прокси у британского МИДа или что? Ну, если британский МИД что-то хочет мне сказать, то пусть придет, я ему скажу. А вот этого присылать мне не надо. Погоди. Так, а кто тогда, исходя из того, что ты сказал только что, сенсационную, как бы, такую мысль, подпишет раздел Украины на G-20? Ну, как кто? Китай, Россия, США. А что ж тут не ясно? Там даже ЕС и те будут в роли наблюдателей. Что ж тут непонятное? Вот и все. Ладненько, идем дальше. Ну, раздел. Раздел это они себе хотят. Ты иди это нашему ВСУ скажи. Сейчас они, блядь, так поделят, что мало места будет ряду товарищей. Поэтому, ладно, проехали. Ну, это, грубо говоря, дипломатик. Значит, давай, что под это надо? Под это нужно что? Если гештальт закрывается, нужно каким-то образом это подать, ну, всем сторонам. Значит так, ты сегодня, я тебя назначаю Путиным, прости. Ну, прости. Будешь Путиным. А я буду Зеленским. Отлично. Тебе надо своим показать, мне своим. Правда? Ну, мы с тобой о чем-то порешали. За нас, точнее. За нас. За русских тоже. За русских тоже порешали. И мы должны что-то показать. Значит так, выходишь, что ты покажешь своим? Ты говоришь, давайте так, остужаем голову и в сухом остатке, что мы имеем? Ордло. Забрали и расширили, и оно вошло в состав России? Есть. Крым. Мы с зоной буферной закрыли? Закрыли. Вода и все остальное поступает? Поступает. Ясно. Инфраструктуру Украины уничтожили нахрен, она больше не конкурент. Уничтожили. В долги, в долги загнали кедрение матери так, что даже их внуки, продав свои органы, никогда оттуда не вылезут. Загнали. Олигархов вернули с этой электричества и так далее? Вернули. Военный потенциал есть у них, если им отрезать Запад? У них есть военный потенциал, в принципе? Ну, армия, да. Представь себе, что очень сильный хирург. Классный. Лучший в мире хирург. Но у него нет ни инструмента, ни света, ни операционной. Что-то будет у него? При том, что он лучший в мире хирург. Ничего. Ясно, да? То есть, в принципе, перед своими ты отчитался. Да? Все задачи выполнены. Отлично. Хорошо. Теперь я отчитываюсь. Мы изгнали их, кинув их на стамбульской сделке один из-под Киева. Да. Лох – это судьба. Мы изгнали их со Змеиного под эту, как ее, зерновую сделку. Изгнали. Лох – это судьба. А и кинули их, походу. А мы изгнали их из Харьковской области под аммиачную сделку и кинули их. Лох – это судьба. А мы изгнали их из Херсона. Кстати, о Херсоне. Читаю новость. Новость читаю. Оказывается, за три дня... Можно я ее процитирую? Она у меня где-то открыта. Я еще про нее не писал. Буду писать. Сейчас. Про Канаду тоже напишу. Блин. Куда же я это делал? Ага. Срок вывода трое суток. Это пишут русские. Срок вывода трое суток. Количество выведенного личного состава составило 20 тысяч. Это, пишут они, филигранный маневр. Ясно. Дружище, можно я задам тебе вопрос, а ты ответь за всех зрителей. Ты себе представляешь, что такое за три дня вывести 20 тысяч? Три дня, я представляю срок, Миш. Но Антоновский мост взорвали сегодня утром. Ты уверен? Ты уверен? А я нет. Ага. Пауза неудобная, да? Не, почему? Удобная. Удобная. Но я не уверен. Я вообще новостей стараюсь не читать. Не с той, не с другой стороны. А если читаю, то делю их на 200. Угу. Проехали. Ладно, неважно. Еще раз ответь мне на вопрос. Про 20 тысяч на правом берегу говорили и мы, и они. Правда? Да. Вывели за три дня. Сколько в день должно было выходить и как, и через куда? Представляешь себе? То есть как, через куда и сколько в один день, сутки должно было идти с техникой, ну, совсем. Скажи, пожалуйста, давай я тебя верну в недавнее прошлое. Помнишь, был Иловайский котел? А помнишь, при Порошенко мы должны были отступить и колонну разбили. Сожгли всех. Помнишь эту историю? Угу. А то, что происходило сейчас, с правого, извини, с левого берега на, с правого на левый, это было приблизительно раз в 10 больше, да? Ну, но ничего не произошло такого, как при Порошенко? Я в глаза смотрю. То есть 20 тысяч за три дня, ничего не произошло? А перед этим бегало по 100 человек, и мы мосты взрывали? Я в глаза смотрю. Ясно? Ясно? Еще вопросы есть? А когда выходил этот Йиркин, че как его, и ехал в Луганск, че куда он-то, че в Донецк куда он ехал? Что-то произошло? Ничего. Еще вопросы есть о том, что происходит там? А для того, чтобы вы, прости за мой французский, не п***ли, вам что сказали? Ничего не писать и ничего не говорить, потому что все под покровом секрета и тайны. Еще п***ли вопросы есть, я в глаза смотрю, что не ясно по поводу того, что происходит там? А все это накладываем, наложиваем, налаживаем на то, что происходило в последнюю неделю. Выходят такие США, говорят, вы знаете, мы на Украину не давим, но типа переговоры. Ясно. Выходит Украина, ну типа не давят, но прощупывают. Ясно. Выходят Штаты, а давайте вы, нам очень тяжело договариваться с нашими, мы хотим, чтобы лохи европейские заплатили за это все. Ну, мы не хотим платить, хотим, чтобы европейские лохи. А у европейских лохов все очень херово. Германия со своим кошельком выходит из Евросоюза, едет в Пекин и показывает полруки. А жрать-то в Евросоюзе без Германии нечего. И бедная Латвия, собственно говоря, может на Эстонию нападет, я прям не знаю. В общем, п***цем там будет. Поэтому нам очень надо, чтобы Европа помогала вам тогда, когда им полный п***ц. А для этого Украина должна показать, что она тоже готова к переговорам, потому что наглые русские выходят и говорят, что они всегда готовы, а это только Украина не хочет. Ядрит твою дивизию, выходит Украина, говорит, да, мы готовы. Но с другой Россией. С другой Россией. Готовы. Готовы, готовы, готовы. Прямо сейчас, но с другой Россией. Дружище, а можешь мне показать где-нибудь другую Россию? Где я могу ее увидеть? У тебя, не знаю, в правом кармане нет? Ну, может быть, в кармане Ильи Пономарева на съезде в Польшу. И я ждал. Ты про этого товарища-чувака бы, я бы сказал. Который, можно я по-простому? Потому что народу, ну, уже на 1 плюс 1 матюками ругаются. Я открыл эту тему. Но это ускоряет процесс. Скажи, пожалуйста, это тот мудила, который у***** с России, сел на бабки Госдепа и Сороса, и из гламурных дорогих ресторанов Киева проводит атаки русской освободительной армии, я правильно понимаю? Это тот? Миш, это наш с тобой, прости господи, соотечественник. Он тоже гражданин Украины. Нет, не с... Чего он? Чего он? Гражданин Украины. А-а-а. Но это пока я не президент. Вот. Да. Прецеденты были. Поэтому это гламурное животное ведет такие саблями на конях прямо из украинских ресторанов. Причем, не, не дешевых, не из Макдональдса. Не, не из дорогих. Ну, Сорос, деньги Госдепа, с уважением надо относиться. Прямо там проводят атаки русская освободительная армия оттуда. А знаешь, кого еще окормляет? Знаешь, до войны был рынок. Многие оттуда кормились. Ну, что грехоты? Я тоже. Кормились рынка политэкспертов. Ну, мы же не духом святым питаемся. Ну, давай честно. Мы же не духом святым. Да. Ну, то есть, политэксперт. Там экспертизу дали. Там выступил. Там поговорил. Там еще что-то. А тут хлобы с войной. Жрать нечего. Ну, нету политики в стране. Понимаешь, КНДР. Выходит такой я. И всего один канал. Все. Хочу сказал, хочу не сказал. С чего им жрать? Да ни с чего. И вдруг появляется Илья Пономарев, и вся наша эта *** вступает в его освободительную армию и кормится оттуда же. Гениально. А ты про эту другую Россию хотел мне рассказать? Или про какую-то другую? Ну, так прости, если мы проведем замену переменных в этой формуле, мы готовы к переговорам на другой России, это о чем? С Мишустиным или с кем вы собрались говорить? Может быть, с Кадыровым, который собирается туда зайти? Патрушевым? Какую? Другую Россию. А, то есть это все ***? Ага. Торо *** мы выносим за скобки. И остается что? Мы готовы к переговорам с Россией. Ясно. Так с этого надо было начинать? Ясно. А для того, чтобы их начать, нужно что? Жест доброй воли. Ну, как обычно. Перед зерновой сделкой этот, как его змеиный. Перед Стамбулом. Киев. Перед Аммиачный. Харьков. Ну, все же понятно. И теперь здесь. Будет ли Кидалова в четвертый раз? Нет, не будет. Я тебе сразу скажу. Почему? Потому что гарантами выступили лично США. Все. Кино закончилось. Но Байден заявил, что... Байден заявил о том, что двое мертвых демократов избрались. Это не шутка. В этот самый... У них это нормально. То есть, понятное дело, у них геронтократия, то есть это когда выжившие из ума управляют, это у них основа политики. Байден часто разговаривает с неприсутствующими людьми. Ну, есть у него такая традиция. Часто разговаривать публично с неприсутствующими в зале людьми. Ну, руки сжать, да. Да. Поэтому я не удивлюсь, если он проведет прямые переговоры с Путиным, которого не будет на Г-20. Абсолютно не удивлюсь. Хотя, в принципе, есть товарищ Си, с которым они будут беседовать. Про КНДР, про Украину, про Тайвань. Ну, и про то, чтобы США не сильно влюбывались по поводу санкций и всего остального. Ну, приблизительно так. А товарищи говорят, ну, Путину там особо делать нечего. Мы в первой части поговорили о том, кто такой Молотов, кто такой Риббентроп. Да. Были ли они президентами. Вот. Ясненько. Ясно, мои друзья. Понятно, да. Но для того, чтобы это произошло, нужно Херсон передать. Скажи, не у тебя ли в передаче месяц назад, мы поговорили о том, что чемодан без ручки равно Херсон, и его отдадут именно для этой схемы? По-моему, у тебя. По-моему, у тебя. Мы это месяц назад четко изложили. Но меня тогда поймали, я тогда говорил, Юг, Херсон и отдельно Юг. Мне сказали, Миш, но Юг, это же не только Херсонская область, это и Запорожье. Я должен был признать, потому что я, ну, мысленно я думал о Херсоне, а говорил о более широком. И пришлось мне тогда и в чате, и в телеге уточнять, что Запорожье, друзья мои, может быть решено только военным способом, исключительно. То есть, атакой ВСУ. Больше никак. Больше никак. А Запорожскую АЭС русские либо взорвут, либо оставят у себя. Больше никак. А если о чем идет речь, то речь идет о том, чего не было в Стамбульской формуле, это Херсон, чемодан без ручки. Потому что он им нахер не нужен, им нужен коридор в Крым, они его гарантируют по другим мотивам. И вдруг, после всего этого, вчера появляются товарищи, значит, новый нарратив. И у русских, и у нас, ну, это же надо попугать людей, там вся херня. И там перемога, и там перемога. Потому что если перемог на мату, вся херня, взяли под, как это, огневой контроль, все трассы сухопутные на Крым. Все, к Крыму, берем Крым. Прямо сейчас, ты готов? Выдвигаемся, берем Крым. Прямо сейчас. Ясно. А теперь я тебе задам простой вопрос. Скажи, пожалуйста, если я беру вот так вот кнопочку, делаю вот так, и у тебя приблизительно на месяц нет банковской системы, канализации, ЖД-сообщения. Можно я скажу, вообще ни херня нет. Месяц. Месяц, не неделю, месяц, ни херня нет. Я просто вот так вот взял и нажал кнопочку. Причем это не ядерное оружие, не ядерное, нет. А все ограничения, основную линию, которую мне нарисовали, это ядерное. А я ядерное не буду, херня не сдал. Скажи, пожалуйста, ты сильно будешь стрелять по коридору? Наверное, нет, правда? Но для этого же надо говорить. Да, мой друг, да. А теперь мы начнем говорить. Вот, собственно говоря, об этом и идет речь. Поэтому, когда мне спрашивают, гештальт закрыт, да, закрыт. А теперь будут говорить. Потому что вышел резниковый, что сказал? Вы знаете, зимой замедляются военные действия. Причем до нуля. Вот замедлились до нуля. Выходит госдеп и говорит, вы знаете, о, Белый дом, прости, Белый дом. Говорит, вы знаете, зимой обе стороны остановятся. Остановятся. Остановятся, потому что зима. Ясно. Выходит Зеленский на, я не помню, то ли СНН, то ли кому он давал недавно, вчера, позавчера. Говорит, вы знаете, нихуя у нас нету помощи военной. Блин такие. Говорит, тысячу звонков, опять телефон. Говорит, тысячу. Сделал. Ноль на массу. Ясно. А скажи, ВПК американскому, кто платит? Украина? Кто платежеспособен? ЕС. ЕС нормально напуган? Нормально. Должны покупать? Должны. Все, нормально. Пусть покупают. Зачем оружие Украине, она за него не платит? Понял? А теперь вопрос. Выходит замминистра качки экономики. И знаешь, что говорит? Говорит, что русские нас победят за один день, если нам не дадут финансовую помощь. А кто ее дает? Если не ошибаюсь, Европа нам показала... Ну, я бы дальше показал. Ну, там 18. А, это... Ну, да. От шеи. От шеи. 18 миллиардов, да. От шеи. А на Новый год и дальше тоже они там беседуют, да? А! Утешительный приз. Бельгия дала 5 миллионов. 5. 5 миллионов дала Бельгия. Сколько стоит дача загородная в Париже, во Франции этого Ахметова? 200? Ага. Ну, ясно, да? А что я говорил, когда война заканчивается? Она заканчивается тогда, когда заканчивается бабло и оружие. Пью-пью. Ага. А тут выходит и говорят, вы знаете, нам ПВО не дают, потому что его мало. Скажи, пожалуйста, ты знаешь хоть одну страну в мире, где ПВО достаточно для ведения полномасштабной войны? Хоть одну страну? Ну, Израиль можно назвать, но там страна небольшая. Для полномасштабной войны? У них купол от вот этих пердулек, что летают. Пердульки такие, самоделки. Я такие делал в кружке юного авиатехника. А если это будет полномасштабная война? У них есть достаточно ПВО? Сомневаюсь. И в США не, и в Европе не. Нет ни одной страны в мире, где есть достаточно ПВО современной, для того, чтобы выдержать полномасштабную войну. И Украина не исключение. А теперь, когда все посмотрели на то, что есть, тебе дадут ПВО или себе? У, ясно. Ага. Ясно. А, У? Угу, тоже ясно. Что нужно делать? Говорить. Правильно мы сказали. И тут выходит товарищ понтифик. Что говорит понтифик? Он говорит очень правильные вещи, которые я, как человек верующий, но не религиозный, я повторю. И скажу, что это мои слова. Я под ними тоже подпишусь. Про инфантилизм вооруженного. Решение проблемы. Почему? Потому что мы с тобой сейчас говорим голосом, аргументами, мыслями, эмоциями. Но мы дискутируем. Правда? А если вдруг у тебя или у меня закончатся эмоции, и закончатся мысли, закончатся интеллект, и я буду чувствовать, что я проигрываю в дебатах тебе, и вдруг я беру вот так и тебе, бах, по морде. Ну я же сильнее. То есть получается я тупее, а не сильнее. Ну сильнее, но тупее. Правда? Или ты не так. То есть слова понтифика о том, что силовой способ это инфантилизм и тупизна, они правы. А разве в школе было не так, когда родители говорили нам всем, что нужно умом побеждать, интеллектом, словами. Понимаешь? А когда выходит хулиган и бьет тебя по морде, это говорит о том, что у него нет ни мысли, ни интеллекта, ни способности победить тебя в разговоре. Понимаешь? Опять все пазлы сложились. И нам что говорят? Что нужно говорить. Что Украина должна говорить. Русские должны говорить. Все должны говорить. И это говорят все. А где они могут говорить? Они могут говорить на G20. А с кем они могут говорить? С равными. А кто равный сегодня? США и Китай. И они будут говорить. Будут. И они объявили об этом. А кто будет там? Там будут министры иностранных дел. Мне скажут про Кулебу. Ну, Кулебу мы уже обсудили. Там будет Лавров? Да, будет. Там будут представители США. Госдепа. Там будут китайцы? Будут. Там будут, в принципе, и французы, и британцы, и другие. Они поговорят. Да, поговорят. А тут мне говорят, Миш, ну ведь то, что ты сказал закрытие гештальта, и ты объявил его закрытие. Ну, где же договор? Где же эти подписи? Я говорю, да в сраке ваши подписи. По одной простой причине, что мира нет. Есть просто константа. Константа. Война. А иногда эта константа чуть-чуть разрывается, и наступает перемирие. Вот о чем я говорю. И оно наступает. Потому что бабло никто давать не собирается. А пух-пух тоже стоит денег. Его тоже давать не собираются. А ПВО нет ни одной страны в мире, страны в мире, готовой к полномасштабному вторжению с нормальной системой ПВО. Им самим мало. Понимаешь? А то, что мы берем под огневой контроль путь в Крым, да, это перемога. Понятно. Только попробуй это сделать. Тут уже шуток не будет. Понимаешь? А что правда вот с этим активом... Всех развели по разным комнатам, и все. Сели и говорили. Потому что нет возможности лучше поговорить, когда что? Конфликт должен быть заморожен. А когда он заморожен, ребята, вы можете... Ну вот садитесь и... Все пророчества сбылись. Скоро вы это увидите. Миш, по поводу этого контроля. А что будет с Херсоном? Да это чемодан без ручки. Нет, это прям очень важно. Потому что... Ну кому важно? Ну мы говорим о том, что там контроль, да, но... Над чем? Над сухопутным, как бы, коридором в Крым. А что будут контролировать русские? Потому что они зашли вот эти все... Ну такие, на показ, вот эти дотики какие-то бетонные по берегу Днепра. Этот взрыв, опять-таки вернусь, Антоновского моста. Это же россияне подорвали. То есть мы видим, что они тоже что-то собираются контролировать. Ты уверен, что его подорвали? Вот еще раз говорю. Ну делите новости на 100. Скажи, пожалуйста, мы уже зашли в Херсон? Ты уверен, что компанию о том, что вчерашнюю ночную, о том, что мы зашли и уже с флангов обжали, и уже чуть ли не в Херсоне, ты уверен, что это не русские проводят эту компанию? Ну? Понимаешь? В информационной войне нужно быть очень внимательным. Ты уверен, что это не русские? Куда зашли? Кто зашел? Зачем зашел? Ты понимаешь, что это ловушка? Если туда заходят наши войска, а они сливают Каховскую дамбу, что будет с теми, кто зашел в Херсон? А? Это они проводят информационную войну против нас. А теперь дальше я тебе скажу. Я еще раз вернусь к своему вопросу. 20 тысяч за три дня. Ты слышал про то, что были потери? Большие. Я не слышал. Еще раз тебе говорю. Идет чистый договорняк. Кто куда зашел? Ты что думаешь? Русские откажутся от плацдарма в Херсоне? Нет. Ты думаешь, русские откажутся от того, чтобы сделать из нас обрубок? Обрубок – это без доступа к морю. Ты что думаешь? Русские не собираются дойти до Приднестровья? Вопрос – в какой серии? Когда? Вот и все. А любые подписи, договора, Стамбул-1, Стамбул-2 – это всего лишь передышки. Всегда. Передышка может быть год, десять, пятьдесят и сто лет. Но это передышки. Это не более того. Нет абсолютного понятия мира. Это от одного дня или часа даже до сто лет. Может больше. Вот и все. Люди, определитесь понятием. Весь мир – это война вечная. Понимаешь? И она будет длиться. Единственный вариант для нас, который может продлить перемирие, еще раз говорю, продлить, и не более того, это договориться о том, что мы, но это не мы договоримся, это когда договорится США и Россия. Больше никак. С гарантиями Китая. Можете к Кулебу туда, хоть с концертом прислать, хоть с Арктистровичем. Не поможет. В одной простой причине, что для того, чтобы вы с вами говорили, вы должны быть субъектными. А субъектность наступает тогда, когда не Госдеп контролирует то 4% ВВП вашего долга, а вы. Когда Национальный банк контролирует не всемирная система, а вы. Когда Минфин служит вам, а не МВФ. Понимаешь? Когда Минюст ваш, а не Мирового банка. Понимаешь? Когда МИД ваш, а не в аутсорсе Британии. О чем сказал, между прочим, посол Канады, уважаемый мной человек, бывший, прямым текстом. И многое другое. Ну, что еще? Какие тогда рамки этого договорняка? Временные или, ну, по действиям? Да что, да что тут не ясно? Рамки простые. Крым! Крым! Что ж не ясно? Русским фиолетово на все эти ДНРы, ЛНРы, Юги, Шмуги, блин, и так далее. Их интересует Крым. Понимаешь? И Черное море, акватория Черного моря. Чтобы не было британской базы в Очакове, раз. Чтобы был нейтральный гарантированный статус, два. Чтобы не было НАТО здесь, три. Ну, и соответственно, чтобы был коридор водный и гуманитарный в Крыме. Все. А, и вынос Крыма за скобки под международные переговоры, ля-ля-ля-та-па-ля, чтобы де-факто он был под Россию, а санкции вторичной Британии были сняты. Что не ясно. А, и при этом полный контроль, ну, паритетный, естественно, с Турцией. Контроль над экспортом Украины через морские порты. Вот тебе вся стамбульская формула. Я тебе под нее еще больше скажу. Если ее принимают, то есть, если ключ стамбульской формулы, Крым за скобки. Ключ. Теперь раз, ключ есть. Чтобы ключ работал. Водный коридор, гуманитарный, электрический. Выводим. Контролька, что я оставляю себе. ЗАЭС для контроля энергетического Европы. И, соответственно, ну, экологического региона. Это я оставляю себе. Дальше. Керсон, ну, такое, это плацдарм, это не более того. То есть, можно это отдать. А теперь, друзья мои, я вам возвращаю обратно. Возвращаю. Это же мирный, всемирный. Как? Как это все решить? В общем, через ООНовскую херню. Отлично. ОРДЛО возвращаю на условиях федерализации. Прямой или косвенный. Понял? А это же восстановление территориальной целостности. Выходит, я делаю тебе предложение о восстановлении территориальной целостности. Понял? Ну, в общем дело, нам вбили в голову простую вещь. Две простые вещи, которые являются ложью. Вещь первая. Начну с нее. Что форма собственности и собственник влияет на эффективность управления. То есть, тебе досталось от родителей, досталась квартира, не знаю, посудомойка, еще что-то. А я хочу у тебя это украсть. Я прихожу и говорю, если это в твоей собственности это неэффективно, ты должен это все продать за три копейки. Нет, не мне. Я Лиса Алиса, не мне. Вот этому дядьке в очках, Базилио, ему, Тома Шефиалы, Сороса, и все остальные. Им. И тогда ты будешь рыночной экономикой. Ты должен это продать. Тебе внушили, что собственник, а не управленец, является гарантом эффективности. В то время, как та же Греция национализирует порты и говорит, что она готова обеспечить эффективное управление государственной собственности. А нам навязывают другое. Нам подменили понятие эффективность управления не зависит от формы собственности и собственника. А нам билетов в голову. И второе. Скажи, мой друг, когда мы говорим об устройстве государства, унитарность, федерация, конфедерация и так далее, это как-то влияет вообще на целостность государства и его эффективность. Нет, ни хрена не влияет. Понимаешь? Ничего. Все зависит от совершенно других вещей. А нам вбили, что унитарность это хорошо, и никто не задается вопросом, что в унитарном государстве была автономная республика Крым и есть. До сих пор. Хотя я два года говорил. Два до войны года я говорил. Никакой автономной республики в унитарном государстве быть не может. Может быть только область. И вы обязаны это сделать, чем раньше. А сейчас нам что рассказывают? Крымско-татарскую автономию? *** сраку, простите. Понимаешь? Хитро сделаны. Когда Порошенко, когда я еще был на должности, и они-то все *** приходило Порошенковское ко мне, а они слыхались с этими межлисами и так далее, которые работали на Турцию. Когда они приходили ко мне и начали эти беседы со мной вести. Зачем ты так? Область, терроры. Я говорю, вы что не поняли, дебилы? Я выступаю за унитарную целостную Украину. И Крым, в отличие от вас, для меня, это Украина. И поэтому единственный способ это так. Они мне рассказывают, да это нереально, да куда, ну давай автономию. Я говорю, так турки заберут, дебилы, блин. Турки. Понимаешь? Дискуссия о Крыме будет между Турцией и русскими, а не нами. Он говорит, так это хорошо, пусть Крым будет турецким, но не русским. Я говорю, так скажите, кто из нас? Я выступающий за целостность Украины и Крым, либо наш, либо никак. Либо вы, которые выходите и под этим всем соусом рассказываете о том, что лучше Крым будет турецким, чем русским. Вы априорно признаете, что он не наш. Вот я вам вскрыл всю эту закулису, как это было. И они были при должностях тогда. Понимаешь? Так кто, блин, зрадный, а кто радный? Понимаешь? Когда они там все это рассказывали. Да, Миша. Сорвался на эмоции. К чему я веду? Крым. Вот ключевой в этих всех формулах. И то, что они предлагают отдать, они готовы будут отдать. Юг и готовы будут отдать Восток на условиях федерализации. Понимаешь? И это будет формально возврат территориальной целостности. То есть я смогу выйти на ООН и сказать, я сделал все, я возвращаю. А форма унитарная, федеральная или там конфедеральная и так далее, это все до задницы. В мире существуют все формы. И они нормальные и равны. Понимаешь? А нам вбили. Белое, черное. Понимаешь? Собственник. Эффективность. Подменили. Форма унитарная, федеральная или там не федеральная. США это федерация. Германия тоже. Понимаешь? И что? Кирова живут? Нормально. А у нас за это судят. Нельзя, сука, так думать. А что это будут за субъекты тогда в заставе Украины? Какая политика будет вестись государством Украины, если будут такие субъекты? Это ведь возвращаемся к тому разговору, ну, скажем так, об этих республиках, когда они еще были до 24 февраля. Слушай, да хуй с теми республиками. Я тебе объясню простую вещь. В перспективе 20 лет. Вот что Китай предлагает, вот за счет чего взял Китай? Сколько он уже вернул островов? Вот мне говорят, не понимаем, в чем ценность этого Тайваня для Китая. Да в том, что вот эти острова это пояс островов. Это система сдерживания США Китая, чтобы Китай был континентальной империей, но не был морской. Очень просто. Если Китай берет и убирает вот этот пояс под себя, Китай становится два в одном. Морской и континентальной империей. И он к этому придет. По любасу. Я тебе это говорю. Но что они говорят? Они говорят, одна страна, две системы. Они хотят забрать Тайвань, ну и другие, как они забрали там, масса других уже, они у Бритишей поотжимали и так далее. Они все это забрали и заберут и Тайвань. Но, что они хотят? Они говорят, политическая система ваша, экономическая ваша, социальная ваша, налоговая ваша, торговля ваша, все ваше. За исключением одного, военного контроля. Понимаешь? Военного. Больше ничего не надо. Скажи, это круче, чем федерация и автономия? На порядок круче. Они себе оставляют только военный контроль. И они готовы Тайвань чтобы был полноправной частью Китая на всех условиях, кроме одного военного. Понимаешь? Так что, Китай тупой или мы тупые? А? Кто тупой? Хочу задать вопрос по поводу того, на каких статусах куда. И добить вас всех танцем. Скажи мне, пожалуйста, а чего стоят все разговоры о всяких там федерациях, федерациях и так далее, если мы провели феодализацию? Если какой-нибудь бугра, прости, в области или в какой-нибудь ПГТ или где-то еще круче, чем президент, может прийти и насрать президенту на голову. Понимаешь? А к чем мы говорим? Какая в жопу унитарность после проведенной феодализации? У них свои армии, понимаешь? Армии, у них свое налогообложение, у них своя экономика, у них даже гуманитарная политика своя. Они там решают какие-то памятники ставят. Да у них все свое. Более того, в начале войны, когда нужно было размещать наши войска, что делали местные? Приходили и говорили, не, там нельзя, там нельзя, там бить будут, нельзя. Я хочу вот эту тему, это очень интересная тема, но она как бы такая вот отдельная и достаточно глубокая, несмотря на экспрессию, как мы о ней говорим, и это действительно интересно. Но я хочу вот в контексте этого оттолкнуться и, ну мы еще вернемся, да, вот к ситуации, да, вот на передовой и прогнозы будут в конце обязательно, друзья, дождитесь, потому что, ведь мы же помним, да, третья серия, титры, это из, собственно, из аналитики Михаила Чаплыги. Я задам этот вопрос в конце. Меня вот в контексте вышесказанного, недавно вышесказанного, интересует Коломойский и вот эта национализация, ну в кавычках, ну как бы национализация до окончания войны. Окончание видно? Да ладно, дело же не в окончании. Есть еще одна треть ***, которую вам всем продали. Ну лох это судьба, как я говорю. Называется эта ***, называется корпоратизация, реформа корпоратизации. Это когда вся ваша собственность, скажем так, национализация убытков и приватизация прибылей. Представим себе, что у меня есть некий завод, на котором я нечто произвожу, который я *** под предлогом приватизации, как например Ахметов ***, Укррутпром, вместе с ГОКами, со всем остальным. Ну а другие, Коломойский ***, все остальное, Живаги, *** и прочие ***. Ну корпоратизация еще произошла, потом пришли другие и начали делать корпоратизацию. Они корпоратизировали нафтогаз, залезницу, а энергоатом ***, корпоратизирует. Знаешь какая схема? Гениально, она в Румынии откатывается сейчас. Значит, Румыния, по нашему примеру, берет кредит в американском банке, Exim Bank. Если вы берете в другом банке или не в американском, кредит, кредит. Условия, это коммерческая тайна. Коммерческая тайна. 3 миллиарда. Скажи, пожалуйста, на 3 миллиарда можно построить атомную станцию? Я тебе сразу скажу, не ***. Раз в 10 больше. А с кем? Мы заключаем с девелоперской компанией, потому что когда-то она была ядерной, теперь это просто *** какая-то. Называется Вестингаузен. Ну то есть, это контора, на которой висят все долги и больше не ***. Ясно. А долг, то есть, это канадская компания, потому что канадцы ее выкупили у японцев, когда долгом стало выше крыши. Эта компания якобы будет что-то строить, а долги мы берем в США, в Exim 3. А последний раз эта компания строила что-то в Китае, последний раз, 20 лет назад. Ага. А, она что-то еще строила где-то в другом месте, да. Тоже было 3 миллиарда, а потом стало 40. Помню эту историю. Сейчас это у нас проводится. Румыны уже проходят, а ты же помнишь, Румыния это США, и в Украине. Ага, ясно. Выбудет красиво. Да, с ***, нет, атомная у нас, наша она не будет. Теперь идем дальше. Значит, вот это реформа корпоратизации, это получается все корпорации, то есть, это государственное, но управление не государственное. То есть, долги на содержание и оплату это с твоего *** кармана, а прибыль это моя. Потому что это коммерческое. Ясно. Прибыль моя, долги твои. Гениально. А почему же эту гениальную схему не применить к национализируемому, а временно имуществу? Ты, Коломойский, сильно ты много зарабатываешь сейчас в этих всех условиях? Одни убытки. Одни реально убытки. Понимаешь? Потому что под военное положение у тебя могут забрать все. И никому за это ничего не будет. Пришло 10 *** с автоматом и сказали военное, надо, у тебя машина красивая, дай машину. Дом, у тебя, блин, квартира, по-моему, нормальная. А он с ними, покажи, сколько стоит. Сейчас военным надо ***. Ты что, не понял, что *** красноармейцы с ружом все *** переделили в стране под эту лавочку? А, сейчас я тебе расскажу, что будет потом. Тебе оно надо сейчас все эти укринавты, х***вты и все остальное. Одни убытки. Ага, значит так, национализация. А потом вернуть. Ну, в тяжелые времена бремя должно брать на себя государство. То есть, лохи. Ясно. А прибыль, знаешь ли, она всегда в оперативном управлении. Поэтому, возвращаясь к теме того, что происходит сейчас под шумом войны, я всегда сказал, ну, раньше говорил, и сейчас повторю, война, это х***я по сравнению с тем, что будет после отмены военного положения. Потому что все те, у кого ты что-то отжал, вернутся, и у них будет оружие и феодальная армия. И они это вернут. Потому что начнут работать суды, начнут работать товарищи. Сейчас вы абсорбировали, абсорбировали всю х***у в эти ДФТО, или как это называется, паркетное это, как ее, терропаркетное, ну, феодальная армия. Не те ВСУшные, не путать, те военные, настоящие, а эти. И они ходят, и вот это х***я занимаются. Ага. Ясно. А вы им еще по 30 штук платите. Ну, дань. Лох должен дань платить. А когда заканчивается, вы платить не будете. А куда они пойдут? На завод работать? Какой завод? Знаете хоть один завод, где они будут работать? Нет? Не знаете. А, ясно. А куда они пойдут? Ага. Касса поменяется. То есть теперь они пойдут к тем, у кого отжали. Ага. Вы себе представляете, что это будут за полгода, б***ь, в стране после отмены ВП? На секундочку. Война покажется. Просто в мирном, прекрасном времени. Вот о чем я вам все говорю. Я очень сомневаюсь, что это ВП отменивает. Ну, выборы. Ну, выборы будут, и поэтому выбора нет. Понимаешь? Поэтому этот период мы тоже пройдем. Вот тебе боксик картинки о будущем. Чтобы трошки-трошки понимали, что происходит. А по поводу всех этих национализаций, ну, что ж, трудные времена государство всегда должно принимать время на себя. Понятно. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, напишите, что вы думаете, согласны вы с Михаилом или не согласны. Конечно же, подпишитесь на канал Михаила Чаплыга. Михаил будет отмечен как пользователь YouTube в описании к этому видео. И ТГ-канал Миха-Анархист. Да, Миха-Анархист. Тоже ссылочка в описании. Если вы еще не подписаны, переходите и, ну, скажем так, присоединяйтесь. Михаил работает со своей аудиторией непосредственно. Это не просто канал мыслей, это канал для мыслящих. У тебя в комментах YouTube тоже. Да. Я читаю и пишу. Обязательно, ну, как бы и реагирует Михаил, реагирую я. Мы очень трепетно относимся к вашим комментариям. Маленькое объявление. Пожалуйста, проверьте значки об уведомлениях к моему каналу, к моим видео, новых, в новом видео, которые появляются на канале. До многим они не доходят. Ну и, соответственно, есть определенные блоки из-за совершенно разных мнений, высказывающих, которые высказывают гости на моем канале. Поэтому давайте преодолевать это все со скрипом вместе. Я думаю, что сообща мы все-таки сможем привлечь новую аудиторию. И, конечно же, как площадка, где высказываются разные абсолютно мнения, мы сможем быть релевантнее. Миш, финал нашей беседы это титры. Долго их ждать? Для тех, кто не понимает, титры это по определению Михаила, есть там три серии, есть определенные переходы, крючки, если так творчески подходить к сериальной части российско-украинской войны. А титры это вот чем все закончится? Ну, в титрах нет. В титрах скрывается, ну, да, в титрах скрывается все, что правда. В титрах скрывается правда. В титрах вы узнаете, кто заработал на долгах и сколько их теперь у вас. В титрах вы узнаете, как вас разводили этим вступлением в ЕС и кто это делал и зачем. Кто отжимал собственность, куда и сколько. Какая роль была Британия, США, Россия, политика. Будут ли титры? Да, будут. Скорее всего, титры наступают уже где-то. Думаю, начнутся в декабре, просто не все это заметят. Будет подводная часть и надводная. Подводная начнется в декабре. Надводная, ближе к концу января. Очень жестко будет. Тогда поднимет голову фронда. Титры, они всегда связаны с фрондой. Это все вот эти Порошенки, их грязня на одном поле с притулами, которые тоже. Ну, то есть оказалось, что Порошенко идет президент и ведет свою фракцию. Притул идет президент и ведет свою фракцию. На 30% их электорат пересекается. Значит, ОП поддерживает одного, чтобы тот 30% жрал другого. Тот, в общем, короче, всяк другого, нет урода, несмотря что сам урод. И так он его везде. И это фронда, в принципе, вот главная ошибка, наверное, ОП заключается в том, что они думают, что если они против Петра вырастят другое, протолерируют, что эти два не схавывают их. Главная ошибка. Я думаю, что это будет. Но думаю, что его поэты тоже просчитали и уже играют на третью игру. Чуть дальше. Я не скажу, кого они сдали и как, но тем не менее. Титры будут. В этих титрах будет все то, то есть, что такое титры? Это все то, что вы смотрели в наших с тобой видео, все то, что вы читали у меня в ТГ. вы это узнаете из официальных источников. И все это наложится на фронта. Ну, потому что что такое фронта? Фронта, если убрать личности и структуру и так далее, это простой вопрос. А на х** это все было? И вот этот вопрос, а на х** тогда это все было, это и есть титры, и фронта в одном флаконе. Это будет. Ну, скажу вам позитивно. Почему вы все его ждете? Я всегда говорю берегите ВСУ. Именно берегите. Почему? Потому что после фронты наступает республика. Это, знаете, катарсис, это очищение, после катарсиса идет фронта, потом обнуляется, а потом республика. Это то, чего мы все хотим. Многие. Нам нужно пройти, заплатить эту цену и получить нашу собственную республику, нашу. Не британскую, не американскую, не русскую, не турецкую. Нашу. Единственным гарантом, гарантом ее конституционного строя будет армия. Настоящая. Не политики. Поэтому я говорю, армия это не политика. И они не будут политики. Они будут гарантами конституционного строя новой республики. Поэтому берегите ВСУ. Это наши гаранты настоящей конституции нашей республики. Это будет хорошо. Я видел тот день после. Я благодарен Михаилу Чаплыке за этот разговор. Миша, спасибо большое. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, напишите свои комментарии. И очень рады будем реагировать на них в ветках под этим видео. Ну и конечно же подписывайтесь на канал Михаила Чаплыке, чтобы знать, что будет в титрах. Ну и самое главное, Михаил призывает беречь ВСУ. Правильно делает. Я призываю каждого из вас беречь друг друга. Сложные времена, непростые. Поэтому давайте держаться вместе. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова